МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, это продолжение той же истории, Лен. Это продолжение той же истории, когда, знаете, вот уличили прокуроров и судей в незаконной охоте, да, и в попытке скрыть это самое. Сразу после этого обнаружился якобы фальшивый диплом у господина Ричана. Потом обнаружилось еще что-то, еще там-то. Понимаете, это вот яркое подтверждение тому, что я говорил, что у нас, как бы, наши правильные структуры превращены в кистей, в дубинку для сведения политических счетов друг с другом. И это грустно, это печально. Я никогда не забуду, когда, я был страшно удивлен, когда к моей жене прибежала ее знакомая, да, и попросила одолжить денег, крупную сумму. Когда жена спросила, за что, она говорит, а как за что? Ну, такса такая, несколько тысяч евро для вступления, для того, чтобы поступить на работу в одну правоохранительную структуру. И я фонарел. Она говорит, да, есть такая такса, вот нужно заплатить нам 5 тысяч евро, это было много лет назад, для того, чтобы стать, для того, чтобы бороться, стать борцом с коррупцией. Это как получается? Эти же деньги надо отбить? Так получается, да? Значит, чем этот человек там будет заниматься? И это что, наши правители не знают? И знаете, здесь я не хотел бы, конечно, валить все на Альянс, потому что это началось у нас давным-давно, еще до Альянса. Вадим Николаевич Мишин мне рассказывал, а он генерал и знает, как сказать, хорошо это дело. Он рассказывал, что уже давным-давно они обращали внимание, к ним уходили сотрудники правоохранительных органов, офицеры со стажем и говорили, что в правоохранительных органах Молдовы творится что-то невообразимое, что продаются посты, что подчиненные облагаются данью, что нужно носить наверх, что-то передавать. Да, извините меня, иногда бывает, нас полицейские останавливают на дороге, да, бедолага, и говорят, ну, надо штрафовать вас, вот, вы поймите мне правильно. Я подневольный, меня тоже там наверху требуют, понимаете?